На скамье подсудимых 9 человек. По версии следствия, работая в одном интернет-магазине, фигуранты сбывали запрещенные вещества в ряде регионов России. Криминальная деятельность обвиняемых была пресечена еще летом прошлого года. Тогда из незаконного оборота было изъято 45 килограммов наркотиков. От 10 до 20 лет лишения свободы. Именно столько грозит жителям Тульской, Московской, Нижегородской областей и Чувашии, которые обвиняются в незаконном обороте наркотиков в составе преступного сообщества. Летом прошлого года, одного за другим, оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков республиканского МВД задержали 9 человек. Семерых следствия считают основными участниками ОПС. Сеть сбыта включала в себя десятки городов. Выполняли роли закладчиков, перевозчиков наркотических средств из региона в регион. Один из обвиняемых выполнял роль склада, занимался фасовкой наркотических фасовок в крупных размерах. Поймали с наркотиками. Что делал с наркотиками? Перевозил. Все участники работали через один интернет-магазин. Вне зависимости от обязанностей. Каждого из них незаконный оборот наркотиков совершался в условиях полной анонимности. Злоумышленники не были знакомы друг с другом. Обмен информацией между ними происходил через мессенджеры во всемирной сети. Был проведен большой объем работ по осмотру технических средств связи, изъятых у обвиняемых. Изъято по уголовному делу более 45 килограммов наркотических средств, что примерно составляет около 45 тысяч доз наркотических средств, которые могли бы быть реализованы. В чем твоя задача заключалась? Моя задача заключалась получать опт, фасовать его и передавать дальше. Расследование данного уголовного дела длилось больше года. Опрошено десятки свидетелей. Проведено свыше 70 экспертиз. Было установлено, что наркотики синтетического происхождения сбывались на территории 10 городов. Предполагаемые участники ОПС ожидают вердикта суда.